всем привет несколько организационных моментов прошу вас подписаться на телеграм и ru tube ссылки в описании под видео нам удалось собрать небольшую коллекцию старинных артефактов и можно открывать музей альтернативной истории я думаю лучше всего его открывать в москве или санкт-петербурге где лучше не знаю буду рад вашим соображениям я думаю в идеале снять помещение в цоколе или в подвале старинного здания площадью до 50 квадратных метров в туристической зоне недалеко от центра города если вам попадаются подобные помещения в москве или петербурге которые сдаются в аренду по адекватной цене а может быть вы собственник подобного здания скидывайте варианты на почту а теперь почитаем страницы учебника географии 1887 года у меня их несколько два 1887 года и 1 1910 года сегодня рассмотрим более старый учебник 1887 года российская империя занимает восточную часть европы а также северную и северо-западную часть азии так что по широте она простирается почти на 42 градуса а по долготе почти на сто семьдесят четыре градуса по своему географическому положению российская империя делится на две части европейскую россию и азиатскую россию таким образом в состав российской империи входят четыре главные части европейская россия кавказ сибирь и среднеазиатские владения занимая около 42 градусов по широте и около ста семидесяти четырех градусов по долготе российская империя простирается севера на юг почти на четыре с половиной тысячи верст а запада на восток на 13 тысяч верст все пространство занимаемая россией заключает в себе слишком 400 тысяч квадратных миль то есть почти шестую часть суши земного шара такой величины не имеет ни одно государство и следовательно российская империя есть самое обширное государство на всем земном шаре главные части российской империи имеют следующую величину европейская россия 98 тысяч квадратных миль кавказ восемь с половиной тысяч квадратных миль сибирь 227 тысяч квадратных миль среднеазиатские владения 63 тысячи квадратных миль сверх того под внутренними морями каспийскими азовским и оральским около 10 тысяч квадратных миль всего более четырехсот шести тысяч квадратных миль сухопутные границы сухопутная граница российской империи на западе простирается от северного ледовитого океана до балтийского моря и от балтийского до черного моря между северным ледовитым океаном и балтийским морем россия граничит с норвегией и швецией а между балтийским и черным морем с германией австрии и румынией сухопутная границы Российской империи на юге простирается от Черного до Каспийского моря и от Каспийского до Японского моря. Между Черным и Каспийским морями Россия граничит с Азиатской Турцией и Персией, а между Каспийским и Японским морями – с Персией, Афганистаном, Хивою, Бухарою и Китаем. Общее число жителей Российской империи в 1882 году простиралось до 102 миллионов человек, а именно, в Европейской России 87 миллионов человек, на Кавказе 6 миллионов человек, в Сибири 4 миллиона человек, среднеазиатские владения 5 миллионов человек. Население России по своему составу очень разнообразно, в России оказывается более 100 народов, однако такое разнообразие населения нисколько не вредит единству России. Давайте зачитаю те губернии, о которых вы, скорее всего, не слышали. Финляндская, Улеаборгская, Вазазская, Абобьернеборгская, Тавастгузская, Санкт-Михельская, Куаписская, Нюландская, Прибалтийская, Эстлянская, Лифлянская, Курлянская, по рекам Западной Двины и Неману, Витебская, Ковинская, Виленская, Гродненская, по реке Висле, Сувалгская, Ламжинская, Плотская, Седлецкая, Люблинская, Варшавская, Радомская, Келецкая, Петраковская, Калишская. В состав черноземной полосы входит 14 губерний. Волынская, Подольская, Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Курская, Орловская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Симбирская, Саратовская и Самарская. Главное население черноземной полосы составляют великорусы, живущие в восточной половине, и малорусы, живущие в западной половине. Теперь о железных дорогах. Вы, наверное, слышали такую теорию, что выбор Москвы как столицей имеет смысл быть при наличии железных дорог. Давайте почитаем. Длина всех железных путей Европейской России в настоящее время свыше 20 тысяч верст. Главным центром железных дорог служит Москва. От нее идут железные пути во все стороны и соединяют ее с окраинами Европейской России. От Москвы идут следующие железные дороги. Первая – Николаевская в Петербург через Тверь, вторая – Вологду через Троицко-Сергиевский посад и Ярославль, третья – в Нижний Новгород через Владимир, четвертая – в Ростов-на-Дону и во Владикавказ через Рязань, Козлов и Воронеж, пятая – в Курск через Тулу и Орел. От Курска далее на юг железные пути разветвляются и направляются к главным портам Черного и Азовского моря, а именно в Одессу через Киев, с ветвями в Румынию, в Николаев через Харьков, Полтаву и Кременчук, в Севастополь через Харьков и Симферополь, в Мариуполь через Харьков, в Таганурок через Харьков, шестая – в Брест-Литовск и Варшаву через Смоленск и Минск. А вот карта, на которой железной дорогой соединены Каспийское и Черное море. Интересно, вот это отдельная ветка из Екатеринбурга в Пермь. Интересно, как туда доставили рельсы, вагоны и паровозы? Для сообщения между реками прорыто множество протяженных судоходных каналов, вы их видите на карте. Вот что пишут про торговлю. Ярмарок в Европейской России бывает весьма много, как в городах, так и в селениях. Но самыми важными из них, как по оборотам, так и по влиянию на промышленность, считаются Нижегородская, Ирбитская, Крещенская в Харькове, Ильинская в Полтаве, Роменская и другие. Нижегородская ярмарка происходит раз в год с половины июля до конца августа. Эта ярмарка по обширности оборотов, по разнообразию товаров и по значению в деле промышленности самая замечательная не только в России, но и во всем свете. На ней производится главный обмен товаров всех частей России. Фабриканты запасаются здесь сырьем, а торговцы запасаются разными изделиями и колониальными товарами для розничной продажи. Из Европейской России сюда привозят сырье – хлеб, сало, кожа, соль, металлы, мануфактурные товары, изделия ремесленной промышленности и прочее. Из Сибири – меха и чай, из Средней Азии – хлопчатую бумагу и шелк, с Кавказа – вино и керосин. Что еще интересного есть в этом учебнике? По Сибири. Описывается земля, очень богатая на полезные ископаемые. Но огромная территория практически не заселена, много болот и лесов, суровый климат. В Сибири живет всего 4 миллиона человек. В те года в Сибири скупали бивни мамонтов, мамонты, чтобы прокормиться, должны питаться большим количеством сочной травы. Упоминаются айны, но называют их айносы. Как пишет автор, народ неизвестного происхождения. Айносы – родственный геликам. Оба эти народа ловят рыбу, а поверья, они язычники. На Дальний Восток железную дорогу еще не проложили. Вместо нее отмечен Сибирский тракт. Также в учебнике много стандартной информации о реках, озерах, горах, морях и так далее. Думаю, это не очень интересно. Если ролик понравился, напишите об этом в комментарии. Есть и еще учебник географии 1910 года. Могу по нему тоже сделать обзор. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok